Друзья, всем привет! Компания Бэтсейв на связи. Это шоу Балабол, где обсуждаются ключевые события из мира спорта через призму ставок. Сегодня для вас балаболить будут я, Сергей и Иван. У нас будет очень насыщенная программа. Быстренько поговорим о хоккее, о фигурном катании и перейдем к футболу. У нас международный матч и квалификация на Евро 2020. Куча классных поединков и у нас для вас есть очень интересные предложения. Особенно крутое будет в конце ролика, поэтому рекомендую досмотреть видео до конца. Ну а теперь мы можем начинать и быстренько пройдемся по хоккею, фигурному катанию. Так, хоккей, что у нас происходит в конференции? Так, помнишь, в прошлом эпизоде я тебе говорил, что будут сенсации на Востоке? Так и есть. Авангард, Салават Юлаев ведут в серии. И вполне вероятно, что они так и встретятся в финале конференции, восточной конференции. На Западе удивляет Динамо. Во-первых, выиграть УЦСКА... Ну, там, в принципе, не важно, что обе команды играют в Москве, но уже одна победа есть. И если еще одну зацепят, может быть, что-то и будет. Ты ожидал такой исход? Если честно, вообще не ожидал. Так что сенсации, они всегда происходят, дорогие зрители. А Локомотив СКА — это вообще равная борьба. То есть Локомотив, если сейчас в Ярославле еще победит одну игру, то там вообще все возможно. Понял. Так, поговорим тогда о фигурном катании. Что у нас с чемпионатом мира? Чемпионат мира — это будет бомба. Это будет огонь. Ребята, смотреть по утрам в Японии просто... Но, на самом деле, это будет не только огонь с точки зрения фигурного катания, потому что сейчас на экране появляется раз, два, три причина. Четыре причины, почему стоит смотреть фигурное катание. Эти девчонки, ну, я думаю, все согласятся, они просто великолепно выглядят. Поэтому фигурное катание — это еще и... Красавицы, комсомолки, студентки и просто хорошие спортсмены. И не просто хорошие спортсмены, а не суперспортсмены. Эстетика в чистом виде, мне кажется. Если будем говорить про женское фигурное катание, то там просто бомба. Потому что Япония против России. Это как Третья мировая война. Потому что Рика Кихира против Алины Загитовой. 16 лет ей. Обоим 16 лет, потому что... И что они показывают? Рика Кихира, тройной аксель, владеет... Но хотя в последнее время, я скажу, у нее проблемы. И хоть она и фаворит... Два раза упала на разминке перед чемпионатом. В прошлом Челленджере вообще не стала это прыгать. То есть там непонятно. А Алиночка наша, Алиночка, ну, я не знаю. Но при этом мы все равно даем наши коэффициенты на фигурное катание и... И вообще, кстати, в компании BetSafe вы хоть и, скажем так, лишнюю рекламу мы не даем. Но, извините меня, единственная контора, которая предлагает вообще на женское фигурное катание коэффициенты. И там можно поставить на Алину, на Евгению Медведеву, на Софию Самодурову. То есть... Поэтому, если вы шарите, то, пожалуйста, заходите и... И почему Алина должна, может выиграть, скажем так, у нее очень сильная короткая программа. Самая сильная в мире. Накатанная уже, все четко. То есть в четверг, я думаю, она выйдет на лед с произвольной программы, она будет лидировать, и там все возможно. То есть в фигурном катании еще ничего не известно, несмотря на то, что вот японка, она вот прям такой фаворит. Все равно она может в любой момент ошибиться и сразу... Плюс домашний лед. Все-таки в Японии, сам знаешь, судьи будут... Вот судьи, да, это тоже очень важно, потому что... Там непонятно, ведь согласись, даже люди, которые знают все о фигурном катании, они иногда не понимают, как вообще эти оценки дают. То есть, честно, если вы даже не разбираетесь в фигурном катании, просто посмотрите на девочек. Ну, супер. Здорово. Ну, а теперь главное, футбол, международные матчи. Наконец-то мы дождались отбора на Евро 2020. И сразу со старта вот прям куча крутых поединков. Португалия-Украина. Действующий чемпион Европы играет против Украины. И какие прогнозы? Вот я, честно, так думаю, что... Португалия выиграет, я так думаю. Но Португалия всегда вот такая команда, которая вроде ничего не показывает, вроде там не заваливает моментами ворота соперника, но все равно они как-то забивают этот один-два гола и побеждают. Тем более, кто вернулся в сборную? Вернулся Криштиан Роналду. Человек, который недавно сотворил просто невероятное чудо в матче против Атлетика. Вывел практически в одиночку вместе с Бернардески команду в следующую стадию Лиги Чемпионов. Но еще очень важная вещь, если вы собираетесь ставить на матч Португалия-Украина, то помимо победы Португалии интересно рассмотреть еще низкий тотал по забитым мячам. Потому что и у тех, и у других команд в последних семи матчах 70% поединков проходит по тоталу меньше 2.5. Поэтому это очень хорошая ставка как для Украины, так и для Португалии. Тут они сходятся вместе, у них низкие тоталы, поэтому ожидать много голов, наверное, не стоит. То есть победа Португалии, низкий тотал по забитым мячам, ну и гол Криштиану Роналду тоже вполне себе можно рассмотреть. Англия, Чехия. Полуфиналисты Чемпионата мира. Они не проигрывают, англичане, 39 матчей в отборочных циклах на Чемпионат Европы, Чемпионат мира подряд уже. То есть отборы в отборочных циклах они вообще не уступают. Англия это чемпион отборочных турниров, кроме, конечно же, того памятного отбора, где проиграли кому? Хорватии и России, конечно же. Но так, в принципе, Англия очень уверенно проходит. И Чехия сейчас, это не Чехия с Павелом Недведом, там, в принципе, шансов мало, я скажу. И гостевой матч с Монтенегро Англия тоже выиграет в итоге довольно-таки уверенно. Да, но если у Монтенегро нет шансов практически забить англичанам, то у Чехов, возможно, такой шанс все-таки за игру появится. За последние 11 матчей они 9 раз пропустили. То есть эта команда склонна к тому, что пропускать, но все-таки я не уверен, что они допустят осечку и проиграют кому-то из этих сборных. Они уверенно должны проходить свою группу. Голландия, Германия. Здесь что у нас? Ох, это самый тяжелый вопрос, потому что Ярхим Лев, по-моему, вообще сошел с ума в последнее время. Делает какие-то непонятные... Я вообще не ожидал, что он после матча с Францией останется на посту. Вообще после чемпионата мира даже останется. По-моему, у него слишком большой кредит доверия. Да. Мне кажется, этого человека надо гнать. Гнать уже из... Есть ощущение, что он забронзовел просто на позиции главного тренера сборной Германии. Он уже просто не двигается никуда в плане того, что в продвижении игры своей команды Голландия очень хорошо сейчас. Мы сами видели Баварию. Бавария — это костяк сборной Германии, по сути. И если еще Ярхим Лев поставит в ворота не Марк Андроттерштегена, а Мануэль Анауэр... А он это сделает обязательно. А он это, вероятнее, все сделает. Это будет абсолютный провал. Мы видели, что показывает Бавария. В принципе, я думаю, что примерно то же самое можно ожидать от сборной Германии. Все-таки времена вот этой вот невероятной бунтус-машины, они, мне кажется, немножко отходят на задний план пока что. Я с тобой согласен, в принципе. Если даже Германия выиграет, то это по-любому не будет что-то очень уверенное. Это, скорее всего, будет отскок. Но я, честно, и Голландия для меня тоже такой непонятный. Виржил Ван Дейк совсем недавно сделал с этими немцами. Сам видел, что голевая плюс гол, он просто в невероятной форме Виржил Ван Дейк. Это стена, настоящая стена в обороне и сборной, и Ливерпуля. Поэтому я думаю, что помимо этого есть Фрэнки де Йонг невероятный. Вообще, очень хорошая команда у Голландии набирается. И постепенно вот это поколение, оно подрастает. Матэйс де Лихт. Но 19 лет человеку, он капитанит в Аяксе, и так, что команда выносит Реал. Поэтому я думаю, что Голландия Германию должна обыгрывать. Вот такую Германию обязана. С другой стороны, смотри, выходят на чемпионаты Европы две лучшие команды. В этом плане у них кто соперники? Эстония, Северная Ирландия и Беларусь. Но я думаю, все равно обе пройдут. Да, они будут решать между собой, кто на первом месте. Поэтому это такой немножко выставочный матч, и все там может случиться. Да. Франция и Исландия. Это противостояние, которое в последние годы довольно часто уже происходит. Мы помним, мы на чемпионате Европы, когда французы обыграли Исландию 5-2. Ту самую Исландию, которая тогда считалась еще выскочкой. То есть сейчас их уже воспринимают более серьезно. А тогда это был такой первый. Первый выстрел сборной Исландии за долгое время. И все-таки, наверное, французы победят. Да, они победят, потому что Исландию, как ты и сказал, воспринимают серьезнее. Исландцам намного тяжелее удивлять чем-нибудь. Эти ауты уже все привыкли к ним. Уже не удивить никого тем, что ты борешься. Все борются, и тяжело. И 10% владения мячом. Ну, это, конечно, утрирует 10%. Но Исландия действительно мало. Хоть и Франция сейчас тоже такая непонятная сборная. Чемпион мира. Чемпион мира, ну, они победят, я думаю. Нет, у Франции невероятное поколение. Я думаю, при желании Франция может три состава выставлять на любой турнир. И каждый из них будет бороться за самые высокие позиции. Я согласен. Вот, поэтому французы, они невероятные просто. Я думаю, что здесь все-таки у Исландии без шансов. Единственная, наверное, интрига, забьет ли все-таки Исландия один. Вот как они могут так заковырять. Как они там Аргентине заковыряли на чемпионате мира. Франции они тоже, в принципе, забивали. Вот единственная интрига в этом, наверное, но все-таки, я думаю, что сухая победа Франции. Я даже не готов с тобой спорить, потому что, ну, честно, непонятно. Может быть, просто ради интереса стоит обратить внимание на то, что в сборной Исландии играет пять человек из чемпионата России. И может быть, кто-то из них забьет. И еще неизвестно, плюс это или минус. Но мы до конца сами не определились. Непонятно. Да, 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 да. Португалия, Сербия, мы уже говорили про Португалию. То же самое, мне кажется, то же самое, что и против Украины. Да, то же самое, что и против Украины. Примерно те же расклады, учитывая, что и в Украине есть классные ребята. Поэтому не забываем про Зинченко, лучший игрок месяца в Майн-Сити. И в Сербии тоже есть свои уникальные футболисты, но при этом это все-таки не Португалия. Ну и теперь ключевое, друзья, наши основные предложения на сегодня сейчас будут. Это Бельгия, Россия. Ну и Казахстан, Россия. Но вот здесь основное это вот Бельгия. И у меня готова неожиданная ставочка на самом деле на это противостояние. Я практически уверен, что Россия не проиграет Бельгии в гостях. И более того, тотал голов будет меньше 3.5. Я не думаю, что будет много голов. И я практически уверен, что Россия не проиграет. У меня на это есть ряд аргументов. На самом деле, несмотря на то, что Бельгия идет первой в таблице сборных. Это, на самом деле, абсолютно странная вещь, потому что чемпионы мира французов, но бельгийцы идут первые. Суть в том, что у Бельгии есть травмированные. В центре не будет ключевого футболиста, который вообще рисует всю игру у Бельгии. Это Кевин Дубрёвина. Его нет. И в центре можно ожидать на Сэре Шатли, Тилиманса. Ну, в общем, не самые топовые футболисты. Плюс в центре обороны, да, у них там Вертоген, Альдер Вейлерт. Нет компании. То есть по флангам обороны тоже есть вопросы, потому что травмирован Тома Миньо. Тибу Куртуа, мы смотрим на мадридский Реал и понимаем, что Тибу Куртуа – это не самое сильное звездо сейчас в сборной Бельгии. Ну и Рамало Лукаку, который тоже очень-очень нестабильно выступает. И в итоге у нас получается, что вот такая непонятная сборная Бельгии с крутым азаром. И, собственно, если его нейтрализовать, то есть все шансы в сборной России. Очень хороший подбор игроков. Вызван Чалов, наконец-то, Ильзат Ахметов, все ребята на месте, Черышев, Головин. Я думаю, что и даже в таких кондициях можно и Дюбу записать, потому что Дюба в сборной и Дюба в Зените – это абсолютно два разных футболиста. Я верю в этом плане в сборную России. Так, ну все-таки, конечно, красиво расписал и, как бы, можно сказать, задавил аргументами. Но все-таки давай не будем забывать, что тренер сборной России – это кто? Станислав Черчесов. Станислав Черчесов у нас играет как? От оборонки. В этом плане я с тобой согласен. Россия, то есть голов будет мало, но забивать будет Бельгия, а не Россия. Потому что Россия даже не будет доходить до ворот. Поэтому Дюба-Карта там табуретку можно поставить на ворота, в принципе, неважно, кто там стоит. Не будет доходить. Даже я могу встать на ворота сборной Бельгии против сборной России. Центр, ты говоришь, слабый. Да, этот центр будет проходить в сборной России. А кто будет проходить? Роман Зобнин будет проходить? Ну, Зобнин у него с кистью проблема. Ну, тем более. Он заснул, а проснулся с переломом, как сказал Станислав Черчесов. Ну, это, в принципе, и показывает весь уровень футболистов сборной России. Я с тобой согласен, да, уголов будет мало, уголов будет, скорее всего, меньше трех с половиной. Но забивать будет только Бельгия. Сколько Бельгия забьет? Ну, не знаю, потому что... Может быть, ты точный счет тогда назвать хочешь, раз ты... У тебя вариантов-то? 1-0, 2-0. 2-0. 3-0 еще вариант. 2-0 Бельгия победит. Но на это предложение, как бы, я не знаю даже, как их делать. Вот я с тобой не согласен. Твои балаболки сегодня... Моя балаболка, скажем так, Бельгия победит, но Бельгия не забьет в обоих таймах. Потому что в первом тайме команда будет немножко осторожнее. Россия будет еще... Селенки еще будут сдерживать этот натиск. Спокойно. То есть неспокойно, но хотя бы сдержит. А во втором тайме все-таки Бельгия задавит. Как на том чемпионате мира, где он был у нас... Я уже забыл. В Африке, по-моему, да? Где проиграли один... В 2014 году? Нет, Бразилия у нас была. Да, извиняюсь. В Бразилии тогда с Бельгией встретились. И тоже там в конце Бельгия додавила. Да-да-да, завела один. И вот я чувствую, что точно так же будет. То есть в первом тайме... Первый тайм закончится 0-0. В итоге Бельгия задавит. То есть моя балаболка сегодня... Давай сделаем так, что Бельгия победит, но забьет только в одном из таймов. А точно счеты не будешь называть? Нет, не буду на всякий случай, потому что в конце может Россия очень развалится. Я понял. Развалится. Друзья, ну это, конечно, очень интересный спор, потому что я заведомо в проигрышной позиции, но я считаю, что вот то чудо, которое случилось на чемпионате мира, оно все-таки будет продолжаться. Я в это искренне верю, потому что сборная России в нормальных кондициях. И есть куча молодых футболистов, вызвано много молодых игроков в этот раз. Свитесова подтянули Караваева. В общем, все в порядке, я думаю. Я думаю, что в этой сборной все в порядке. Поэтому я верю в то, что сборная России и Бельгии не проиграют. Это главный соперник сборной Бельгии на этом групповом этапе. Я думаю, что будет все-таки интересно. Я тоже хочу верить в сборную России, но я верю больше в Алину Загитову, чем в сборную России по футболу. Ты больше верил в Лион, чем в Ювентус, и мы все видели, чем это обернулось, поэтому я думаю, что здесь, друзья, все очевидно. Ну, еще вот в конце мы можем про Казахстан и Россию, но здесь, я думаю, мы сойдемся. И у меня, я считаю, что это будет сухая победа в сборной России. И тот же тотал меньше. Россия очень тяжело играет с такими командами, и они должны побеждать, но там тоже не стоит ждать. Это не будет разгром никакой. Тем более, это все-таки через три дня после Бельгии все-таки какая-то усталость будет. И перелет в Астану тяжело будет. Да, но мы можем подвести итог, что наши ключевые балаболки, которые вы можете найти на сайте BetSafe под дневными предложениями, правильно я понимаю? Там вы можете найти две балаболки на матч Россия-Бельгия. Первая, Россия не проиграет тотал меньше 3.5, вторая, Бельгия выиграет и забьет только во втором тайме, правильно? Нет, в одном из таймов. В одном из таймов. Да, сделаем такое. Не во втором, в одном из таймов. Нет, не обязательно во втором, а в любом из таймов. В любом, но в одном из таймов. Но в одном, только в одном. Это вот такие две балаболки, которые вы можете выбрать и сами решить для себя, кто из нас был убедительнее, и выбрать одно из предложений. Ну, а на этом у нас, собственно, все. Для вас работали Сергей, Иван, это шоу «Балабол». Надеемся, что вам понравилось. Ну, и мы совсем скоро уже увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok